книга открытым оком том 15 тема вера вопрос 2986 как ваш священник стал верующим отвечает игнатий тихонович лапкин это немалое чудо что наш священник верующий деяния 6 7 и слово божие росло и число учеников весьма умножалось в иерусалиме и из священников очень многие покорились вере кавычки открыты как я стал верующим в бога кавычки закрыты задают такой вопрос надо ответить бы сразу но сразу и затрудняешься всю жизнь уже прожил а такой вопрос себе и не задавал своей жизни я не знал ни одного мгновения что можно без бога жить родился я в христианской семье дед бабушка мама все были верующие первые молитвы я уже знал наверное с того момента когда учился говорить мама зимними вечерами сидя на русской печи потреск углов у избы от мороза и завывание метели в трубе мать учил у нас иисусовой молитве богородице и очень наш дедушка учил читать по славянски псалтир и златоуста силу молитвы я испытал в раннем детстве и твердо знал и верил что если буду с молитвой идти даже ночью через лес со мной ничего не случится опасного только однажды в детстве поколебалась моя вера когда я восьмилетний наслушавшиеся учительницы что коммунисты самые честные люди которые мол желают добра и счастья всем людям на земле и бога нет мне захотелось быть коммунистом я за заявил об этом дома отцу и отец мой утвердил во мне веру своим фронтовым ремнем так что вот уже седьмой десяток живу и ни разу больше вера моя не поколебалась коммунистом никогда не хотел уже быть октябрятами комсомольцами в нашей семье никто не был в школе обзывали иисусиками христосиками маму грозили посадить а нас отнять но она все это мужественно выдержала и сохранил нас от безбожества и вселила нас веру в бога настолько сколько знала сама не умеет читать и писать библии и евангелие у нас не было но мама посеяла в наших сердцах страх божий который сохранил меня от многих страшных грехов и преступлений только в 17 лет я впервые увидела евангелие это была маленькая такая книжечка евангелие от иоанна старший брат приехал из прибалтики с евангельской вестью мы пасли с ним коров между вторым и первым мостиком и он мне все рассказывал о христе читал из евангелия и объяснял вот тогда я впервые узнал что бог не грозный он не только наказывает за грехи но и прощает грехи и любит меня корову пасутся мы с братом лежим на куче солома по небу плывут кучевые облака а брат все говорит и говорит о любви христа о его страданиях за нас брат уезжая подарил мне это маленькое евангелие как же я был горд думая что вот я какой теперь знаю точно чего никто в нашей деревне не знает хотелось всем об этом рассказать но мало кто хотел слушать все считали что игнатий сошел с ума и этим кавычках заразил и меня еще более вера утвердилась когда я какое-то время пожил среди христиан в прибалтике прошли годы 33 года я стал священником можно сказать неожиданно для себя самого детства хотелось всегда сделать что-то такое чтобы заметно было и не бесцельно были прожиты годы и я всегда чувствовал над собой руку божию во всю жизнь испытывал его обильные благословения в учебе в труде в армии в сельской жизни в священстве в приобретении друзей в любви родных и близких господь посылал мне на встречу много добрых людей я благодарю бога за его любовь ко мне за то что у меня была такая мама что научила меня страху божию с детства вечно ей память лапкин иоаким тихонович телефон 913 216 86 54 потеряевка сонливость одолела а я ведь не сам сон не только глаз ума но головы лишусь где бодрости таблетки чтобы разогнать мой сон страх наказания да подбодряет пусть ждет горе всех заснувших у руля на рифы и в кувет потусторонние снесет и не заметишь как костов оголят осенние ветра заломит ветви в кроне так не хватает бодрости в ночи в тиши когда молитва очищает зовет постель рецептами кричит сон погружает травами заправленными в чае беда немалая излишняя сонливость потеря времени маразм и ожирение подобен мертвецу и чтобы не случилось к таким не достучаться отойдешь с презрением да не застанет спящим в субботу и зимой да не захватит сонными нас бодрствующий страж потоп из наказания сластолюбцев смоет но на часок-другой с молитвою приляжь и не секрет что сон особенно приятен бусладу при акафистах канонах и молебнах зевание качание нам невозможно спрятать в дыму из ладана наш мозг валун окрепнет во сне и откровения нечаянно приспичит а от кого они от бога ли от бесов немного полежишь по статусу стал нищим брюжащим вороватым и с ароматом мерзким во сладу сон при праведных трудах особенно тому отдал кто ужин бедным легко и на молитву он встанет без вреда с приятностью псалмы священные пропеты одолевая сон гимнастикой и бегом кровь разгоняя в жилах по мозгам не опоздать бы к цели не оказаться бедным себя за волосы не рвать и не таскать 4 января 2006 год игнатий тихонович лапкин